Вера, куда это ты нарядилась? Свинки, короче, тут такое дело, мне надо на полденька отлучиться. А как же мы? А вас я оставляю на нашу соседку, тетю Машу. А может мы сами? Да знаю я вас. Пока-пока, тетя Маша сейчас придет. Что еще за тетя Маша? Ну она вас просто понянчит, пока меня не будет. Мы что, по-твоему, с кузей на малышей похожи? На нянька не нужна. Да знаю, знаю я, что вы самостоятельная. Но она вас покормит и спать уложит. А я скоро вернусь. Будьте паеньками. Вот это попадос. Тихо, Кузя. Она идет. Да вижу. Точнее, попой чувствую. Ну что? Построение, грызуны. Да ладно, шучу. Тетя Маша добренькая, мы с вами подружимся. Если будете себя хорошо вести. Так, ну пошла обжиматься. Ну как тебе, тетя Мотя? Реально попадос. Бузя, а чего она там делает? Ты слышишь? По-моему, пошла на кухню. Так, что тут Верочка нам оставила? Так, так, колбаска пойдет, огуречек. А это сельдерей. Ну что ж, посидим на диете. Ну нормальная такая диета. Ага, колбасная. Ля-ля, ля-ля. О, грызуны, и вы тут. Ну, не шуметь. Скоро мой любимый сериальчик начнется. Чего-чего? Непонятно. Да что вам непонятно? Тихо будьте. Ну ничего себе, отличит от этой тети Мочи. Она с такими темпами нас лопает. Да, а я уже, между прочим, проголодался. Теть Мочи, ой, теть Маш, а вы нас можете покормить? А вам, грызуны, еще не время. Ну, неплохо тетя Мочи устроилась. О, начинается. Надеюсь, в этой серии Паула на ней женится. Не, не женится. Мы эту серию уже смотрели. Кузя, ты чего? Ну ладно, ладно. Лучше давай придумаем, как нам еду раздобыть. А то от этой тети Мочи ничего не дождешься. Да как, как? Полезли на диван, да и раздобудем. А она нас не прихлопнет. Ты чего? Знаешь, что ей от Верочки потом будет? Ну ладно, уговорил. Так, давай в рекламе. Интересно, что будет? И ты туда же. Ну все, все. Фррр, вроде получилось. А ну, тихо-то. Кузя, давай, бегом сюда. Жуй, пока она не смотрит. Ммм, наконец-то. Мда, под прикрытием кушать даже вкуснее. Ну, и чего ты не ешь? Да я с другой стороны хочу зайти. Тут листиков побольше. И правда побольше. Кузя, ты что, издеваешься? Ну извини. Нельзя ли потише? Она же сейчас нас увидит. Ой. Ну все, увидела. Фу, крысы. Мы не крысы, мы свинки. А ну, ползите отсюда во. Фу. Хей. Нечего к диванам привыкать. Но у Веры мы вообще-то на диванах только и живем. На диван ни-ни. У меня свои правила. А теперь брысь. Гоу-лай. Это не нянька, а какая-то домомучительница. Ох, как же мне это не нравится. Что же придумать? Хей. Тетя Мотя, а мы Вере расскажем, что ты нас не кормила. Да как же не кормила. Во, слопали сами сельдерей и целый огурец. Ага. Еще скажите, что мы колбасу сами сперли. И колбасу. Ешьте, что дали. А то и это заберу. Ага. Только попробуй, тетя Мотя, рыпнуться. Бузя, ты бы так не дерзила. Вам еще целый день сидеть с ней. Голодовать. Вот подстава. Ох, вы противные крысы. Вы чего это устроили? Загадили весь пол в квартире. А ну быстро убирайтесь. А то выброшу вас на улицу там, где мой котенок ходит. Вот, собак в зубы и вперед. Приду, проверю. Ты смотри, еще и красный совок притащила. Как будто знала, что я ненавижу красный цвет. Ага, это точно. Что, друзья, тяжелые времена у нас нынче пошли. Поддержите хоть вы нас. Подпишитесь на канал. И пожалуйста, припожалуйста, позвоните в колокольчик. А мы пока что придумаем план Капкан. Как нам отомстить этой моте. И раз. Ах, ай. И, ну, ну давай же. Кузя, что ты делаешь? Ну, пытаюсь убраться, чтобы эта тетя Мотина нас не кричала. Ой-ой-ой. Ты что, ее так боишься? Ты слышала? Она вообще нас хочет на улицу выбросить. А там ее кот лазит. Я его однажды видел. И что? Он просто огромный. Стапает нас и не заметит. Пипец. А вере скажут, что так и было. Ну, вы до сих пор не убрали. Вот мерзкие крыски. А это что? Изюм рассыпали? Ну-ка, ну-ка. Фу, это что, ваши какашки? Ну да. Какой кошмар. Эти крысы еще и гадят. Все, мне это надоело. Полезайте в миску и сидите тут, пока Вера не вернется. Фу, не хочу о вас больше пачкаться. В смысле, пока Вера не вернется? А когда же это будет? Может сегодня, а может и завтра. Ну, это прикол. Она нас еще и в тюрьму посадила. Вы же живые существа. Свободу свинкам. Фу, наконец-то. Можно расслабиться и отдохнуть от этих противных грызунов. Как раз сериальчик свой досмотрю. Да и поспать бы не мешало. Бузя, кажется, я кое-что придумал. Ой, а как ты там учудился? Ты только что в миске был. Да нас это что, останавливала когда-нибудь? Ну и чего ты там напридумывал? Выкладывай. Давай нашей домомучительнице отомстим. А это подробнее можно? Предлагаю украсть ее тапок и наложить туда. О, Кузя, вот это ты тем уговоришь. Погнали. Только тихо, чтобы она не проснулась. Давай, как всегда, за занавеску. О, да, самое надежное местечко. Так, только тапки с ее сорок пятого. Так просто и не унесешь. Ничего, Кузя, ради такого дела можно и постараться. Давай, закидывай себе на спину. Ага, понял. Ты один, а я второй. Ой, я прям сдвинуться с места не могу. А ты что думала? Ой, она посыпается. Погнали. Куда? Я не понял. Вот, блин, тапок потерял. Пойти, что ли? Проверить, как там эти крысы? Не поняла. А где мой второй тапочек? Неужели кто-то спер мой тапочек, любименький, средь бела дня? Ну, это точно их лап дело. Ну, свинки, я вам сейчас устрою. Еще никто себя так не вел с тетей Машей. Так, а где я их оставила? А, точно, в миске. Какой кошмар. Загадили мне своими какашками миску. А сами сбежали, еще и тапок мой украли. Ну все, теперь точно пойдут на корм барсику. Ой, Бузя, а что будет, когда она нас найдет? Да не найдет. Надеюсь, Вера скоро вернется. Друзья, а вы нам тем временем напишите в инсту парочку идей для пранков. Чтобы мы могли отомстить этой тете Моте. И обязательно гляньте предыдущий выпуск. Про то, как мы куличи пекли. Эй, грызуны. А я вас найду.